День наград для детей Кадырова. Старший сын получил должность министра по делам молодежи Чечни и орден так называемой Донецкой Народной Республики. Дочь Кадырова удостоилась той же самой невероятной награды за то, что приезжала и привозила гуманитарную помощь. Че не смеете что? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Впервые в истории США передали Эстонии конфискованные российские активы. Дальше Таллинн должен передать деньги Украине на восстановление. Средства, как рассказали в Минюсте США, были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности РФ. Эта передача – первая в своем роде передача США средств иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине. США не имеют возможности переводить деньги напрямую в Украину, поэтому Таллинн стал посредником в этом вопросе. Использовать Эстония будет средство для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после ударов российской армии. Вместе с тем главы МИД стран G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не заплатит. «При чем здесь Россия-то?» Олаф Шольц якобы помешал Урсуле фон дер Ляйн стать генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет немецкая пресса. Авторы Вельт предполагают, что причиной стала антироссийская позиция фон дер Ляйн. Срок полномочий Йенса Столтенберга как генерального секретаря НАТО истекает в октябре 2024-го. И госсекретарь США предлагал на эту позицию именно главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Но Шольц якобы считал должность руководителя НАТО, цитирую, слишком важной, чтобы доверить ее христианскому демократу из Германии. Филипп Киркоров приехал в Макеевку. Подарил детям Донбасса куклу, скорее всего, самого себя. После поездки в Горловку российский певец до Донецка еще, видимо, не добрался. Надо еще это заслужить. Это я привез деткам всякие кружки, краски, раскраски. Здесь я провела что-то у детства? Поезд детского творчества. А можно я вам еще чуть-чуть расскажу про Киркорова? Для начала Ирина Билык, авторка и оригинальная исполнительница песни «Снег», которую давно купил Киркоров и выл ее на Донбассе, отреагировала на его поездку у себя в Инстаграм. В том числе на мотив композиции «Снег» написала стих «Обращение Киркорову». Украина стоит в слезах, ты глумишься сейчас над ней, Бог накажет на небесах, снег в крови у твоих дверей. Певица назвала Филю гением срама и ноготы и сказала, что он продал душу дьяволу. И все это под ролик с кадрами российского террора Украины. Однако, кроме нее, они рады были Киркорову и так называемые жители так называемой ДНРы. В сети появилось обращение местных казаков или казаков, которые против того, чтобы Киркоров впредь приезжал в Горловку. В то время, когда наши бойцы на передовой борются с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Мы требуем отмены концертов Филиппа Киркоров в ДНР. Сомневаюсь, конечно, что к мнению этих особей, которых на Россия за людей вообще не считают, кто-то прислушается. Но и это еще не все. Пиарщики Фили как могли пытались скрыть, что произошло на оккупированной территории и даже щедро платили очевидцам. Но что выплыло в сеть уже не вернуть. СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, сообщают, что Киркоров не был готов к тому, что увидит в госпитале Горловки. В итоге страх, нервное напряжение и атмосфера сыграли злую шутку с желудком певца и его вывернуло прямо в одной из палат из-за запаха гнилых конечностей и потных мужчин. А я думала, Киркорову нравится запах потных мужчин. Артиста вырвало прямо в палате с военными. Он начал материться на одного из ветеранов. Едва успокоили. Пришлось выключить камеры и вывести Филю на воздух. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Это что получается-то? Нюх Киркорова не выдержал мощность русского духа? Таисия Повалей получила подозрения от службы безопасности Украины по трем статьям. Коллаборационная деятельность, публичные призывы к агрессивной войне, а также оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Напомню, что Повалей в прошлом году поздравила Украину с Днем Независимости, получив российское гражданство 24 августа. Еще призывала Путина захватить всю Украину. Я уверена, что будущее у России великое. Боже, яки кончене. Кроме того, по приглашению террориста-пасечника Повалей выступала в ЛНР, где героизировала оккупантов. Но видит Бог, при слове Родина мы стонем во сне. Несмотря на то, что коллаборантка живет на болотах и не высовывает свой нос, СБУ делают всякой целью притянуть ее к ответственности. Село, в котором провел детство Алексей Навальный, находится в 70 километрах от Киева. Новое залезье было построено в 1986 году для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения, где жили родители будущего главного врага Путина. Во время оккупации Киевской области здесь месяц находились российские солдаты. Местные говорят, что из села выехали все, кто носил фамилию Навальный, ведь их могли преследовать. Мой коллега Андрей Яковин побывал в родном селе Алексея Навального. Вы знаете этого человека? Навальный, он же из нашего села. Батюшка дуже добрый знаю. Отца очень хорошо знаю. Алеша, как все дети, приезжал к бабушке в гости на каникулы. Отца знаю его. Он мой ровесник. В школу ходили вместе. Это село Новое залезье. Оно расположено в 70 километрах от Киева. Построено в 1986 году. Здесь крымские названия улиц в честь строителей с полуострова, а коренные жители – переселенцы из Чернобыльской зоны отчуждения. Сюда были переселены и родственники будущего главного врага Путина Алексея Навального. Они были переселенцы, и я переселенка из Чернобыля. Новое залезье в стороне от трассы. Тем не менее, оккупации избежать не удалось. С 25 февраля по 1 апреля 2022 года в селе находились российские солдаты. Жители рассказывают, что военные их оборовывали, но до расстрелов, как в соседней Буче и Бородянке, не доходило. Выезжали из села в первую очередь те, кого могли преследовать оккупанты. Местная власть – здешние Навальные. У моего брата, он старше меня на 10 лет, у него одноклассник Навальный, жил в Буче. И его расстреляли. Это он из нашего села. Илья Навальный из вашего села, но жил в Буче? Да, потому что после переселения… Да, нас же расстреляли. Одних туда, других сюда. Был ли убитый родственником политика – неизвестно. Местные говорят, что в селе на данный момент живет двоюродный брат российского оппозиционного политика Александр. Вот в этом доме, под видеонаблюдением. А Саша Навальный знает? Ну, знаю. Они наши соседи. Вот он! Александр не вышел к нашей съемочной группе. Земляки Навального говорят, что следили за жизнью и работой Алексея. Ведь надеялись, что он сможет изменить судьбу России. Интересно было, конечно. Сейчас совсем другие проблемы у нас. И он, как говорят, думали, что если он станет при власти в России, то будут какие-то изменения. Каждый на это надеялся. Как его пытали, бедного. Мы думали, что все изменится, все будет хорошо. Но оно не изменилось. Путин подлюка, как вам сказать. Засадил его в тюрьму на пожизненное. Сейчас село живет своей жизнью. Работают магазины, люди вернулись в свои дома. Говорят, гибель политика никак не повлияла на них. Но со смертью Навального они утратили надежду на перемены внутри России. Гитлер так не поступал, как тот идиот. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет. Да? 80 лет. Значит, но дело его живет.